Постепенно, пусть и не так быстро, как это представлялось, но ситуация с воздушным движением, связанным с Беларусью, становится все более определенной. В Минск перестают летать самолеты даже некоторых стран, не входящих в ЕС, и в ответ закрывают свои аэропорты для самолетов Белавия. Сегодня с полуночи к этим странам присоединилась и Украина. На самом деле подобное положение вещей сильно меняет ситуацию не только для Беларуси, но и для РФ. Наверное, ни для кого не являлось секретом, что Минск выполнял для Москвы роль перевалочной базы для пассажирских авиационных перевозок из Украины в РФ и обратно. У нас живет и работает достаточно большое количество граждан РФ, а наши граждане постоянно летают туда по каким-то делам. Всем известно, что такой транзит был наиболее приемлемым, но не связан с необходимостью сталкиваться с визовыми ограничениями для россиян, да и Беларусь де-факто уже давно является губернией РФ, где они чувствуют себя хозяевами. Кроме того, крюк через Минск пусть и неприятный, но не такой большой по сравнению с другими вариантами. А для Беларуси роль транзитного хаба приносила существенные поступления в казну. Так, большая часть авиарейсов, которые осуществлялись из Европы в РФ, шли через небо Беларуси. Только это давало Беларуси до 400 миллионов евро дохода, а это возможность расширять парк самолетов Белавия, которые включались в этот хаб. И речь идет не только о полетах в Украину. После катастрофы российского самолета, который разбился после вылета из Шарма-Аль-Шейха, в РФ приостановили сообщение с египетскими курортами, и как теперь видно, они стараются загнать эту ветку туризма к себе, чтобы граждане не вывозили деньги на иностранные курорты. Но привычку трудно ломать, и часть россиян обошла запреты, летая в Египет на самолетах Белавия. Если сейчас посмотреть на карту флайт-радара, то легко заметить огромное количество белорусских самолетов, летящих в Египет и обратно. Очевидно, что везут они не только и не столько белорусских отдыхающих, как россиян. Белорусская авиакомпания вошла в фазу бурного развития в качестве прокладки для российских пассажиров. И теперь ситуация начала меняться. Пока из неба исчезла большая часть самолетов, принадлежащих авиакомпаниям ЕС и Украины. Там пока транзитом летают россияне и самолеты из Азии, и, конечно, свои Белавия. Но после прекращения полетов в Минск европейских авиакомпаний должна последовать и вторая фаза – включение санкций против белорусских самолетов, которым будет запрещен пролет через воздушное пространство тех стран, чьи самолеты туда уже не летают. По состоянию на утро среды Белавия еще отправляла свои самолеты в Амстердам и Вену. Но, похоже, скоро это прекратится и небо закроется. По крайней мере, в понедельник министр иностранных дел Литвы утверждал, что его страна приложит максимум усилий, чтобы ввести эти ограничения и в целом выбить у Минска статус транзитной страны. Формула, которую анонсировал глава Литовского внешнеполитического ведомства, выглядит шире запрета на полеты белорусских самолетов и обслуживание их в аэропортах стран ЕС. Но это может коснуться в случае утверждения тех самолетов, которые летят в аэропорты Евросоюза через воздушное пространство Белоруссии. Эта тема сейчас циркулирует в европейских авиакругах, о чем свидетельствуют отдельные траектории полетов компаний, которые никак нельзя заподозрить в солидарности с ЕС. Как видно, один из самолетов турецких авиалиний обошел территорию Белоруссии, следуя рейсам в Стокгольм. На второй, российский борт «ЮТЕЙР» из Москвы в Калининград сделал то же самое. Это не значит, что другие самолеты этих авиакомпаний проделывают такие же маневры, но раньше такого не наблюдалось. И что-то такое нехорошее заподозрили в самой Белаве, ходят упорные слухи о грядущих серьезных сокращениях. В связи с этим руководство компании было вынуждено прокомментировать ситуацию. В нынешних условиях сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация персонала являются неприятными, хотя и логичными шагами. В то же время мы хотим обратить внимание на то, что в этой ситуации решения по персоналу могут приниматься только на основе рекомендаций руководителей департаментов и только с учетом текущего объема работы. Массовые увольнения пока не рассматриваются. К сожалению, из-за обстоятельств, независящих от авиакомпании, она сейчас вынуждена отменить десятки рейсов в пик сезона. Ситуация осложняется тем, что компания в последнее время начала оправляться от массовой отмены рейсов из-за пандемии. Об отсутствии планов массовых увольнений надо говорить именно так. Это должно быть сюрпризом. Нельзя сказать сотрудникам, что эти увольнения – цена за 17 лет правления колхозника, у которого съехала крыша. Все надо делать последовательно. Но там уже подтвердили о том, что компания приостановила полеты в Литву, Украину, Францию и Великобританию. Надо отметить, в кои-то веки мы попали в хорошую компанию. Пока трудно прогнозировать, насколько идея Литвы будет поддержана странами-членами ЕС в плане лишения Беларуси статуса транзитной страны для РФ. Но если действительно в Европе прекратят обслуживать самолеты, которые угораздило пролететь по воздушному пространству Беларуси, то у россиян останется возможность осуществлять авиаперевозки через небо – Эстонии, Латвии и Литвы или над Балтийским морем, чтобы наблюдать свой северный поток. Можно облетать со стороны Черного моря. Транзит через Украину закрыт уже давно. А если перекрыть автомобильный транзит через Беларусь, тогда усатому пора лично планировать мероприятия своих похорон. Их устроят не оппозиционеры и даже не Хамас, на который он так неудачно покрошил батон, пытаясь спихнуть вину с заминирования самолета. А уделают его коллеги Баширова и Петрова, которых в Беларуси как грязи. Поэтому надо уже сейчас подготовить подходящий коровник для проведения траурной церемонии, а также силусную яму, в которой будет погребено тело борца с терроризмом и здравым смыслом. Но беларусам не надо расслабляться. Кандидатуры на замену давно готовы и эту рокировку Кремль проведет мгновенно. А следующий товарищ будет помогать братскому народу с зэками, дефицит которых вчера провозгласил глава Госдумы Володин. Зло торжествует там, где добрые люди бездействуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова